Отец Алексей, здравствуй! Рад поговорить с тобой на «ты», поговорить о том, что интересует современного человека и попытаться узнать, интересует ли это современного священника, в качестве которого ты будешь у нас выступать. Сегодняшняя тема – воспитание детей. У тебя есть дети? Да, трое. И они маленькие? Небольшие, четыре старше. И поэтому ты еще не заботишься их воспитанием? Ну, некоторые говорят, что уже поздно. А, вот по поводу того, что некоторые говорят. Это говорят священники или какие-нибудь книжки? Я объясню, почему спрашиваю, потому что очень часто, ну, может быть, это предрассудок какой-то, что священники не являются очень хорошими отцами, поскольку если они хорошие священники, большую часть своей жизни они проводят на приходе. Ну, наверное, у священников есть в жизни такие обстоятельства, но, с другой стороны, сложно быть плохим отцом, будучи хорошим священником, и сложно быть плохим священником, будучи хорошим отцом. Все-таки священство требует некоторой гармонии. И воспитание детей не только потребность тебя как отца, но воспитание ребенка своего собственного, это еще и потребность тебя как священника. Ну, то есть, переведу я твой язык на наш, ты бываешь дома, и ты бываешь с детьми. Стараюсь, да. Пока вроде как получается. А они воспринимают тебя как папу или как священника? Как папу. Но они могут? Ну, в четыре года же уже, в принципе, старший, он может уже определить, что такое священник, что такое не священник. Ну, с большим интересом может ходить на крестный ход, что-то помогать даже в алтаре, так понемножку. Но для него это пока не совсем осознанная ситуация. Я, наверное, сразу же перейду, собственно, к главному вопросу по поводу воспитания детей. Ты ремень в руки когда-нибудь брал? Да, брал. Серьезно? Серьезно. Нормально, порол детей своих? Ну, это нельзя назвать словом «порол», но в руки ремень брал. И ты считаешь, что это правильно? Ну, очевидно, разбрал. Или ты в этом каялся потом на исповеди? Вопрос не в самом ремне в плане исповеди, вопрос в том, с каким сердцем ты это делаешь. Если ты это делаешь сам в состоянии крайнего раздражения и делаешь потому, что у тебя уже никаких сил других не осталось, и тебе осталось только что-то схватить и кого-то отлупить, то это отвратительно само по себе. Но, с другой стороны, есть моменты, которые ребенок должен прочувствовать до костей, так сказать. И чтобы запомнить, что вот так реально больше нельзя. Этих моментов, слава богу, крайне мало. Крайне мало. В основном стараемся объяснять, разговаривать, договариваться. Выяснять, почему это огорчает маму, почему так не надо делать. Чаще всего удается именно таким образом. Слушай, тогда, может быть, я вступлюсь, позволю себе вступиться за твоих детей. Может быть, все-таки воспитанием должна заниматься женщина? Женщина, безусловно, должна воспитанием заниматься тоже, но вместе с мужчиной. Гармония – это как раз когда есть, и тот и другой. В таком случае я тогда заступлюсь из-за тебя. Ты, как священник, не имеешь права заниматься рукоприкладством. Это ремнеприкладство, а не рукоприкладство. То есть ты не считаешь, что ты подпадаешь под какие-нибудь канонические препятствия? Нет, не считаю. Всё нормально. Основная проблема православных семей, на мой взгляд, заключается в том, что сами родители в этих православных семьях выросли как раз-таки не в православных семьях и воспитывались не как православные. Поэтому сейчас, когда они пытаются передать своё православие, к которому они пришли тоже сравнительно недавно своим детям, они могут перегибать палку. Ты с таким встречался? Это вообще очень большая проблема, потому что мы слишком часто пытаемся передавать и транслировать своё православие, вместо того, чтобы просто жить и быть православным. И в этом плане, ведь детей тоже теоретически ничему не научишь. Они с воздухом впитывают то, какой ты просто есть сам на самом деле. Как ты себя ведёшь, как ты относишься к своей жене, как жена относится к тебе, как вы общаетесь с другими людьми, что вы себе разрешаете, что вы не разрешаете. И вопрос именно в этом – каков ты? Ну, то есть воспитание детей – это воспитание родителей. Процесс однозначно совместный, так скажем. А у тебя не было такого, что ты, например, позволял себе что-то до того, как у тебя появились дети, а потом, когда они появились, ты понял, что они будут брать с тебя какой-нибудь нехороший пример и сказал, всё, отныне я буду добрым семьянином и честным отцом? Ну, на самом деле, это проблема, которая так легко не решается. Если ты себе что-то позволяешь на протяжении какого-то периода жизни, то вот так вот просто сказать, что я этого больше не делаю, это почти не удаётся. Ну, есть ли это такое? Если по-честному, то приходится иногда просто прятаться от ребёнка, когда ты что-то делаешь, что вот ты привык, или там просто привычка какая-то срабатывает. Даже не знаю, что в пример привести, но да. Потому что он ещё не до конца это поймёт. А с другой стороны, это показывает тебе самому, что пора постепенно как-то от этой привычки избавляться. А, ну, фактически всё, что ты сейчас делал, ты признавался, что никаким воспитанием ты не занимаешься? Я не думаю так. Так, воспитание всё-таки не теоретический какой-то процесс. Что вот ты пришёл, так, сынок, сейчас мы будем заниматься с тобой воспитанием. А вот если попытаться... Вот, кстати, садись ровненько. Если попытаться, ну, каким-то образом определить те качества, те цели, которые можно достичь в воспитании ребёнка, что бы ты какие качества хотел привить своему, например, старшему сыну? Это могут быть какие-то, ну, очень конкретные, очень простые, которых, например, ему не хватает из-за того, что, ну, я не знаю, он какой-то такой. Ну, они, наверное, все какие-то такие, потому что они ещё маленькие. А вот что бы хотелось, чтобы получилось, самое главное, это умение как-то вот чувствовать, понимать, любить и сострадать тем, кто вокруг. Это, наверное, самое главное. И после этого ты назовёшь своего ребёнка воспитанным? Нет. Если мы говорим в классическом понимании, то воспитание требует от нас умения правильно держать ложку, вилку, нож в нужных там руках, значит, есть там что-то руками, а что-то приборами, умение грамотно говорить, умение правильно одеваться. Это вообще феномен такой совершенно вот широчайший. Но есть что-то главное. Вот если всё это как шелуху отмести от человека, то останется суть какая-то. И в этой сути остаётся человеческая душа, в которой должен быть стержень. Вот этот стержень — это участие в жизни тех, кто рядом, сострадание. Это сострадание, это отношение должно выстраивать, в свою очередь, все прочие аспекты, всю периферию вот этого воспитания. И умение тактично говорить, не задевая человека, но вместе с тем объясняя ему что-то. И умение правильно себя вести, будь то там в маршрутке, будь то там в каком-то другом общественном месте, не кричать громко, если уж такие мелочи вдаваться. Но суть, суть, именно чувствовать, что рядом с тобой человек, для которого ты должен быть образом Христа, если так угодно. Это, конечно, очень высоко. Но ты должен быть хорошим. Тогда личный вопрос. Ты сам был воспитанным ребёнком в этом смысле? Нет. И сейчас не таков. И как ты это будешь передавать своим детям? Ну вот так вот, как вот, если бы инвалид объяснял, как надо ходить. Он ведь теоретически знает, как это делать, хоть сам по каким-то причинам сейчас или постоянно не может этого делать. Но хочет. Но хочет. И может быть и сможет через какое-то время. Кто знает, как получится. Вместе с ребёнком. Может быть и вместе с ребёнком, может быть и сам. Не знаю. Спасибо. В разговорах на «ты» был священник Алексей Котельников со своим своеобразным, но искренним отношением к воспитанию детей. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok